Здравствуйте, друзья! В этом обзоре мы с вами поговорим о новом беспроводном датчике освещения Xiaomi, который работает по протоколу ZigBee 3.0. И хотя до него в экосистеме Xiaomi существовали способы получения данных об освещении, например, с датчика движения Акара, либо со шлюза, тем не менее, это первое устройство, которое предназначено только для этой цели. Устройство работает по протоколу ZigBee 3.0. Питается от элемента питания CR2450. Диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 50 градусов Цельсия. Диапазон влажности от 0 до 95%. Размер устройства 40 на 12 мм. Поставляется датчик стандартной для экосистемы белой картонной коробки с минимальной полиграфией. Мой экземпляр не международная версия, поэтому все надписи на китайском. Доехал датчик целости и сохранности. Упаковка, которая не дает ему летать по коробке, свое дело сделала. Внешне датчик представляет собой круглую таблетку диаметром 4 см. Корпус, кстати, влагозащищенный. Вся фронтальная часть полупрозрачная. На торце находится кнопка сопряжения. Задняя часть представляет собой крышку батарейного отсека. В комплекте к датчику идет кусок двустороннего скотча. По умолчанию он не приклеен к датчику, это разумно, так как скотч не единственный вариант для его установки. Для снятия задней крышки нужно использовать монету, которую нужно подобрать по толщине и диаметру. Тогда крышка не повредится и легко откроется. Для питания датчик использует большую таблетку, 3-х вольтовую батарейку формата CR2450. Такие же используют датчики движения. По краям видны два магнита. Магниты позволяют устанавливать датчик на металлической поверхности, например, в холодильнике, без необходимости использовать скотч. В качестве сравнения датчик рядом с квадратной кнопкой Акара. Так легче будет понять его истинный размер. По фотографиям в магазине он кажется больше. Датчик находится в разделе сенсоров, в своей категории он единственный. Из-за протокола ZigBee 3.0, из моего набора шлюзов, он может работать только с Mi 3-й версии. Так же он должен нормально работать с круглым шлюзом Акара. Выбираем шлюз, после чего запускается процесс сопряжения. Для сопряжения на датчике нужно зажать его кнопку на 5 секунд и дождаться, пока под полупрозрачной фронтальной крышкой не моргнет трижды синий светодиод. После этого начнется процесс подключения. После подключения, как обычно, три финальных шага, на которых можно выбрать локацию размещения и название для датчика. Датчик появляется в общем списке устройств. Его текущие показания видны сразу же на его кнопке и заходить в плагин для этого не обязательно. При этом плагин у датчика есть. В центре экрана показывается текущий уровень яркости в люксах. Причем чем он выше, тем светлее будет фон экрана. В меню настроек ничего особо интересного нет, кроме разве что лого работы, которое может пригодиться при анализе данных. В сценариях устройство работает как условие и в Mi Home предлагают шесть вариантов. Ночь от 0 до 30 люкс. День от 31 до 100 люкс. Два варианта искусственного освещения от 101 до 300 и от 301 до 600 люкс. И, наконец, ручные установки пределов освещенности. К примеру, в ночное время можно включать ночник шлюза. А когда станет светлее, например, утром, отключать его. Можно придумывать варианты вроде, если свет слишком яркий, то автоматически притушить его. Привода шторг, к сожалению, у меня нет. Но тут напрашивается вариант с автоматическим открытием и закрытием в зависимости от уровня освещенности. По моим наблюдениям, скорость реакции датчика на изменение уровня яркости в пределах 15-20 секунд в Mi Home. Что гораздо быстрее шлюза и датчика движения Акара. Тем более, что у последнего данные яркости привязаны к событиям детекции движений. Датчик совместим с интеграцией ZigBee to MQTT и USB-стиками CC2531 или CC2531. Подробнее о них смотрите мои уроки по Home Assistant 5 и 5 часть 2, ссылки в описании. Включаем режим добавления новых устройств и, удалив конечно из Mi Home, зажимаем кнопку сопряжения на датчике. Датчик появляется в системе со своим уникальным идентификатором, основанным на MAC адресе устройства. Через некоторое время аддон нарисует соответствующую случаю картинку. Также новое устройство естественно появляется в перечне устройств интеграции MQTT. Датчик использует две шкалы. Одна в люксах, которую он показывал и в Mi Home, другая со значениями в десятки тысяч без указания единиц измерения. В Home Assistant сначала пробрасывается именно она. Как я понимаю, диапазон от 0 до 82 тысяч, который упоминается в связи с этим датчиком, это она и есть. А вот после перезагрузки инстанца датчику присваивается класс устройств датчик освещения. И для показаний используются люксы, значения которых коррелируют с плагином в Mi Home. Причем первоначальная шкала остается в атрибутах сенсора и тоже может быть использована при необходимости. Для примера, изменение уровня освещенности в комнате, где он установлен, в зависимости от режима работы люстры Xiaomi Philips 490. Свет выключен, два люкса. Уровень яркости 10% 19 люкс. На 25% 48 люкс. Что интересно, по картинке с камер изменение яркости сложнее увидеть из автоподстройки. А датчик реагирует довольно шустро, как я и говорил, в пределах 15 секунд. И на яркости в 100% показывает почти 150 люкс. Что касается практического использования этого датчика. Он будет использоваться совместно с датчиком движения, в сценариях для автоматизации подсветки. Будет работать автоматическая дежурная подсветка или ручная яркая. Данные с датчика позволят определить, какой тип подсветки включен в данный момент. Об этом сценарии, а также о других сценариях освещения, я расскажу в дальнейших своих уроках по Home Assistant. Следите за обновлениями на канале. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok